Вырубай этот ролик нафиг, потому что он испортит твою психику. Приветствую всех друзей. Сегодня я хочу рассказать вам о лесах, твольящих ужас, которые лучше не посещать. Что касается поездок, местах поэродормальных явлений и сверхъестественных, то буду рад вашей помощи каналу для организации выезда и приобретения необходимого оборудования. Ссылки на помощь каналу находятся в описании под видео. Если вам интересна данная тематика поэродормальные явления и сверхъестественные, то тогда подписывайтесь на мой канал и давайте узнаем об этом в данном видео. Предлагаю вам, друзья, ознакомиться с самыми призрачными и мистическими лесами нашей планеты. В них есть такие места, где от ужаса и страха перед необъяснимым явлением могут пробежать мурашки, засучать челюсти и посидеть волосы. Даже у человека с самыми крепкими нервами пульс начинает биться чаще, а тело покрывается холодным потом. Лес Аоки Гахара Около горы Фузи этому месту мутану сразу несколько названий. Деревянное море, лес самоубийств и лес смерти. Лес Аоки Гахара находится у северо-забадного подножия, священный для каждого японца горы Фузи на острове Ханчю и считается местом, где собрались привидения со всей Японии. Многие японцы искренне верят, что если зайти в Дзюкай, оттуда уже нельзя вернуться. Духи умерших заманят чащу и не дадут выйти. В 864 году произошло извержение Фузи и потоки лавы сформировали облик этих мест. Тогда и появились покрытия лесами горной долины Аоки Гахара. Добавляет загадочное и вулканическое происхождение местного рельефа, вызывавшее магнитную аномалию, которая не позволяет точно ориентироваться там по компасу. Земля, на которой располагается лес, представляет собой вулканическую породу, достаточно плотную и не поддающуюся обработкой ручными инструментами, например, мотыгами и лопатами. Япония не раз пугала мир своими фильмами ужасов. На самом деле черпает сюжеты из очень своеобразных мифов. В основе идеи, что человек, умерший насильственной смертью или самоубийца, просто так не покинет этот мир, а останется и будет жестко мстить живым. Легенда, которая заставляет многих японцев оживляться при слове дзюкай, уходит корнями еще в Средневековье. В голодные годы крестьянские семьи, которые не могли прокормить стариков и новорожденных, уносили их в этот лес умирать. В наше время лес стал магнитом для тех, кто принял решение покончить с собой. Во многом из-за японской литературы. Одним из первых лес прославился Атэ Муцумото, произведение «Темный дзюкай». Потом была нашумевшая книга, подробную руководство, как покончить с собой, где лес описывался как идеальное место для самоубийства. Спустя лишь некоторое время после выхода этого творения в лесу были обнаружены два тела, а при них зачитаны экземпляры книги. Лес Аокигахара – второе по популярности место в мире для сведения счетов с жизнью. Каждый год в нем совершаются самоубийства от 80 до 100 человек, а всего за 50 последних лет зафиксировано свыше 500 случаев суицида. Больше людей шагает в бездну лишь на 100 золотые ворота в Сан-Франциско. Среди способов самоубийства лидируют повешения и отравления медицинскими препаратами. По свидетельствам очевидцев, достаточно сделать всего несколько десятков шагов вглубь леса от тропинки, как на земле можно отсе вещи, сумки, пластиковые бутылки и упаковки от таблеток. Гуляя по лесу, люди нередко находят человеческие скелеты и еще не разложившиеся до конца тела, которые порой свисают с веток деревьев. Только два сорта людей добровольно заходят вглубь леса смерти. Члены специальных бригад, полицейских и пожарных. Каждую очередь очень прочёсывающие ауки Гахара в поисках из танков самоубийцев. Да еще и сами самоубийцы. В целях предотвращения новых самоубийств местные власти принимают ряд мер. Ставят таблички с обращениями и указанием телефонов доверия. Устанавливают видеокамеры вдоль дороги, ведущих в лес тропинок. В местных магазинчиках не продаются таблетки и веревки. В окрестностях действуют специальные патрули. Вычислить решившуюся на поход в лес легко. Чаще всего это мужчины в деловых костюмах. Лес отличается особой тишиной. Поначалу приятный, а потом наваливающийся на непривычного гнезмолвию городского жителя, вселяющий беспокойство и ощущение беспомощности. Любой шорох заставляет оборачиваться, но самое неприятное в Зюкаре все время очевидится, будто за твоей спиной кто-то есть. Неудивительно, что по нормальной явлению Лаак и Гахара не являются большой неожиданностью. Местные жители рассказывают, что ночью можно слышать, как кричат души умерших людей. Лес Хоябачо. Сердце Трансальвания. Второе название леса Хоябачо – Мермудский треугольник Трансальвания. Лес является одним из самых загадочных мест, которые существуют в Румынии. Многие ученые приезжали сюда, чтобы увидеть своими глазами необъяснимые явления, которые здесь происходят. Эта область стала известна во всем мире в 1968 году благодаря биологу Александру Сифту. Александр Сифт провел здесь серию преследований на протяжении более чем 10 лет. За это время он сфотографировал разные места в лесу и выяснил нечто совершенно невероятное после проявки фотографий. В кадре появились странные силуэты и тени, которые не были видны невооруженным глазом. Его работа была продолжена военным инженером Эмилем Барня, который сфотографировал здесь первое НЛО в Румынии. Международные эксперты проанализировали фотографию и эквафицировали ее как самое четкое изображение Эмилло, снятое в Румынии. И несомненно, одно из лучших изображений Эмилло, когда-либо снятых в мире. Впрочем, местные жители всегда знали о явлениях, которые не поддаются логике. Они считают Хуябачу страшным лесом, называя его злым и проклятым. Поговаривают, что в средине леса есть расчищенные, круглые участки, которые являются порталом, и те, кто через него проходят, больше не возвращаются, уходя в другие измерения или миры. Те, кто отправляется в лес, уверяют, что часто чувствуют тошноту и головокружение, слышат чьи-то голоса и шаги. Многие также утверждают, что видели Эмилло или ощущали небеснимое перемещение во времени. Деревья, которые всего пару лет назад были прямыми, теперь скрючились и запрелись в узлы. Этому месту посвящено несколько документальных фильмов, а многие исследователи приезжают сюда, чтобы своими глазами увидеть невероятные явления. Лес Фритаун Фолл-Ривер в штате Массачусетс, часть леса Фритаун, расположена в штате Массачусетс, на северо-востоке США, называют Брежевутерский треугольник. Область площадью 520 квадратных километров славит своей параллурмальной активностью, включая случаи наблюдения Эмилло с загадочными и излучивеченными животными и призраками. Многие верят, что это место является проклятым. В лесу Фритауна находятся не только старинные могилы индейцев. Здесь часто происходили убийства и дьявольские ритуалы, в ходе которых было совершено множество убийств и жертвоприношений. Люди в этих таинственных местах не раз встречались с Эмилло, шаровыми молниями, привидениями, существами, похожими на тролли. Слышали необъяснимые голоса. Кричащий лес Около английской деревни Деревня Плаклин, Враствуй Кент, включена в книгу рекордов Геннесса как место обитания привидения Великобритании. Английская деревня известна своим кричащим лесом, расположенным неподалеку. Считается, что здесь обитают оба 12-14 призраков. Согласно легенде, однажды жители поселка Плакли, поймали разбойника, отвели его в лес, привязали к дереву и зарубили мечом. Дух этого разбойника до сих пор бродит в лесах Еринка. Как уже можем предположить, люди якобы часто слышат душераздирающие крики призраков, приходящих из леса ночами. Говорят, что это приходят привидения тех, кто заблудился в этом лесу, не смог найти выход и погиб. В лесах Еринка, например, были замечены призрак старого солдата, который идет по тропинке леса. Призрак, повесившийся полковников в одежде 18 века. Призрак цыганки, монаха и многих других. Часто слышны только странные, пугающие шаги. О виде них заявляют не только сами жители деревни, но и случайные проезжие. Даже в самой Англии, которая славится своими привидениями, Плакли резко выделяется высокоплоточное население призраков. Многие скептики считают, что население этой деревни само по себе охвачено призраком манией. Но часто привидения появляются перед самыми случайными приезжими людьми. Существует мнение, что в этом месте сам воздух с самым небоприятным образом действует на зрение человека. На восточной окраине деревни обитают такие привидения. Запряженная призрачная карета Привидение убитого разбойника Фрайт Корнер Образ цыганки, которая была сражена при загадочных встречах на восту Черный призрак Мельника, который появляется перед грозой На севере деревни Плакли и один раз видели привидение школьного учителя, который повесился у дороги. Привидение, а также повесился полковника в лесу Парквуд. Женщину в белом, которая из семейства Дерингов и появляется она в библиотеке вблизи сгоревшую усадьбу в 1952 году. Привидение женщины в роскошном платье на розово-красный цвет в руках. В XII веке точно так же одетую похоронили здесь леди Деринг. В центре деревни, а также на юге встречается призрачный монах, женщина из Роскорта, которая закончила жизнь самоубийством. Привидение кричащего человека он появляется в этом месте, где когда-то обрушилась стена одного из погребов, придавив с собой рабочего. Леска роддома в штате Вирджиния. Мэтьюс – небольшой округ в штате Вирджиния в США, бывший важным портом, который сейчас по целисту многих людей является местом обитания призраков британских солдат и пиратов, когда-то здесь приходивших и заревших здесь клад. Лесная местность Олд Хаус расположена на восточном побережье США, около залива Чесолиб. На том месте, где во время войны занедлит зависимость и времен гражданской войны и находился порт Мэтчерс. Вместе с богатой историей не являются неожиданными и привидениями. Это ужасное место названо в честь сгоревшей усадьбы. По легенде, в лесу некогда был зарыт пиратский клад и все, кто отправлялся за его поиски, бесследно исчезали. Клад до сих пор охраняется посторонними силами и поэтому никто не может его найти. Гулять по этому лесу очень опасно. Люди в побережных лесах видели различные привидения британских солдат 18 века, пиратов, рабов, индейцев, плавающих огни, безмолвных собак и даже кораблей призраков, которые направляются вглубь леса. Одни из самых необычных призраков скелеты, одетые в доспехи и с мечами в руках. Учатский лес. Этот лес находится в Англии и используется славой места загадочно-мистического и даже мрачного. Более того, многие, кто там побывал, утверждают, что ощущали прикосновения невидимых рук себе и слышали шум лошадей, которые пробегали рядом. Хотя никаких лошадей там, естественно, не наблюдалось. Наиболее загадочный, известный случай произошел в этом лесу Сэмми Робсарт. Она была женой первого графа Лестера. Женщина погибла при странных обстоятельствах сломав шею. Вот только после этого ее дух столкнулся с графом, когда тот охотился в Учинском лесу. Земля топающего дьявола. Еще один мистический пугающий лес США. Всего 16 километров от города Сайлер, что в штате Северная Каролина, располагается участок, которое делает этот лес столь пистическим местом. Это поляна посреди густого леса, на котором находится таинственное кольцо, имеющее диаметры 12 метров. Это кольцо выглядит как участок земли, на котором ничего не растет. Причем неоднократно люди пытались садить самые разные саженцы, траву, деревья, кусты. Но ничего там так и не прижилось. Это место старается обходить все животные, причем по максимальной широкой дуге. Впервые его нашли еще в 1700-х годах, хотя, возможно, оно было известно и раньше. Примерно с того времени и начали плодиться легенды о том, что каждую ночь вокруг этого места ходит дьявол. И хотя данная теория далеко не единственная, но мистические явления из самой разной природы и самом круге и в лесу наблюдаются довольно часто. Конечно же, на этот список мистических и пугающих и загадочных лесов не заканчивается. Но хватить их и в пределах одного видео невозможно. Поэтому мы продолжим знакомство с самыми мистическими из них. Но до этого мне не нужна организация выездных экспедиций. Если вы желаете оказать помощь, ссылки находятся под видео. Если вам интересна данная тема о паразербальных явлениях и сверхъестественных, то советую вам посмотреть видео на моем канале, где я подробно рассказываю о них. Друзья, а вы что-нибудь слышали об этом? Расскажите об этом в своих комментариях. Не забывайте подписываться и нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить все новинки на канале. А также, если вам нравится данная тематика, нажмите лайк под видео. До скорой встречи! Димуро!